Добрый день, друзья! Здравствуйте! Намасте! Приглашаю вас на очередное занятие по философии йоги. Сегодняшняя тема – блюдизм и реинкарнация, противоречия. Сегодня начнем опять-таки с медитации, как в тот раз. Две-три минуты сделаем медитацию. Напомню, мантры, воранга. Коллеги соберутся. Горанга, Нитайбур. Вторая у нас идет. Гупала, Говинга, Рама, Мадана, Мохана. Гупала, Говинга, Рама, Мадана, Мохана. То есть поем мантры. Две-три минуты. И так он. Горанга, Нитайбур. Горанга, Нитайбур. Горанга, Нитайбур. Горанга, Нитайбур. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Души нет, вас не существует, но процесс реинкарнации существует. Есть другими словами, иллюзия, заблуждение. Иллюзия значит, что кто-то заблуждается. Но нет той личности, которая пребывает в иллюзии. Очень сложно. То есть, как бы, я одовременно есть, и одовременно меня нет. В то же самое время. То есть, поэтому буддийскую точку зрения, не то чтобы принять, мы уже не говорим о принятии, мы говорим о понимании, мы говорим о самом-самом-самом начале. Если сейчас, прямо сейчас меня смотрит буддист, он скажет, что ты тут просто не понимаешь и все, что ты тут мне рассказываешь. Он может мне сейчас разгневаться. Но то, что он разгневался на меня, то, что он не понимает то, о чем я говорю, доказывает то, что он верит, что я существую. Зачем он на меня гневается? Зачем он переживает, если меня нет? Чего ты так сильно беспокоишься об этом? Расслабься, друг. То есть, само действие, что я сейчас говорю вам, признает, говорит о том, что я существую и то, что вы существуете. Я прямо сейчас к вам обращаюсь. Мне бы было тяжело говорить, если бы вас не было сейчас. Поэтому много людей так тяжело себя чувствуют, когда они говорят перед камерой. Вы можете заметить, если вы пробовали когда-нибудь проводить или давать интервью, когда нет живого человека, ну разве что один репортер. Но когда ты просто ставишь камеру и нет людей, сложно говорить. Потому что ты как бы понимаешь, что в будущем они будут слушать, возможно. И ты как бы мысленно должен их представить. Есть разные способы, как это сделать. Но когда есть человек, к которому я обращаюсь, легче говорить, потому что мы признаем существование друг друга. А если я говорю никому, если прямо сейчас сюда никто не присоединился бы, все равно пришлось бы говорить, потом это выставлять. Но само принятие, что я существую, я есть, это очень важно. Откуда идет такое заключение? Давайте сейчас почитаем Будду. То есть заключение буддизма, то есть слова Будды, что он говорит на эту тему. То есть, опять-таки, внимательно послушайте, я буду постепенно так раскрывать. Будда говорит, доктрина кармы очевидна, но теория личности или эго безосновательна. То есть доктрина, философия, теория кармы очевидна. То есть карма, она очевидно существует. Но эго, то есть личность, теория, что существует личность, безосновательна. Сейчас Будда говорит дальше. Так и все остальное в природе, жизнь человека подчиняется закону причины и следствия. То есть карма есть, жизнь человека тоже есть. Получается, жизнь человека, то есть я существую, я живу, я есть, подчиняется закону причины и следствия. Настоящее пожинает то, что было посеяно в прошлом. То есть в то же самое время он говорит, что я существую, жизнь существует. А теперь он говорит, что настоящее на самом деле пожинает то, что было посеяно в прошлом. А будущее определяется настоящим. Дальше он говорит, но нет доказательств существования неизменной индивидуальной сущности или личности, которая остается той же самой и переселяется из тела в тело. То есть доказательств нет. Но в то же самое время то, что он сейчас нам это говорит или говорит своим ученикам, говорит о том, что доказательства есть. Потому что доказательство означает покажи. Дети говорят, покажи, покажи. Взрослые говорят, докажи. Но ты кому-то показываешь. Когда человек говорит, докажи мне, значит я существую. Тот, кому доказывают, сейчас существует. То есть Будда говорит сейчас людям, своим ученикам, которые существуют. То есть, другими словами, его действие сейчас противоречие, само его действие является противоречием по отношению к ним. И в то же самое время он говорит, что доказательства нет существования личности. Тогда зачем ты говоришь нам, что мы не существуем? Есть повторяющееся рождение, но нет переселения. То есть, рождение есть, а переселение нет. То есть, это учение буддизма. Она основывается на вот этом вот утверждении. То есть, сейчас я прочитал суть буддийской философии. За все это время, сколько я веду такие семинары, я не буду не онлайн, а вообще за 14 лет, один раз пришла женщина и говорит, что Андрей, а где вы такое взяли? Где вы такое нашли, что буддизм не признает существование души, не признает существование личности, что на самом деле все иллюзия. Где я такое взял? Только что я прочитал. Вот. Утверждение Будды. Души нет. Есть только иллюзия. Существует только иллюзия, и мы заблуждаемся, что мы существуем. То есть, иллюзия, другими словами. Давайте представим человека, который пытается это все понять. Как это? Как это я переселяюсь и в то же самое время меня нет? То есть, как это? Есть иллюзия. Иллюзия значит, что кто-то заблуждается. Но нет того, кто находится в иллюзии. Есть карма, другими словами. Карма значит деятельность. Но нет того, кто делает эту карму, кто создает эту карму. Есть реинкарнация. Реинкарнация значит переселение души. Но нет того, кто переселяется. То есть, получается, иллюзия есть, карма есть, реинкарнация есть. Но тот, кто все это испытывает, отсутствует. То есть, нет. Вы не существуете. Я не существую. Существует только иллюзия, что я существую, либо не существую. Получается вот такая вот головоломка, каша. Люди пытаются это все понять, пытаются все это взвесить. Пытаются каким-то образом увидеть, осознать. Но ничего не происходит. То есть, другими словами, есть дом. Но нет того, кто находится в доме. То есть, дом есть. И вот, есть один человек. Был его продвинутый ученик. Были его продвинутые ученики, которые не могли этого понять. И пытались, Будда, ну, давай его по-серьезному. И звали его, один из его учеников, Куртананда. Такой ученик его, Куртананда его звали. И он его спрашивает. Пробуйте вникнуть то, что он говорит. «Полагаешь, о учитель, что существа рождаются снова. Полагаешь, о учитель, что существа рождаются снова. И переселяются в процессе эволюции жизни. И что закон кармы состоит в том, что мы должны пожать то, что сеем. Однако ты учишь тому, что душа и личность не существуют. Твои ученики превозносят полное самоугасание, как высочайшее блаженство нирваны». То есть, Куртананда не понимает. В принципе, никто до сих пор не понимает этого. И вот он задает. И дальше он говорит Куртананду. «Если я есть просто соединение ощущений, идей и желаний, куда я могу пойти после разрушения этого тела?» То есть, как бы вот, куда я могу пойти? Ну и Будда отвечает. «Есть повторяющиеся рождения и качества, но нет переселения личности. Формы твоих мыслей появляются заново, но нет тождества эго, эго – значит я, или нет индивидуального существа, который переносится». И дальше ключ. «Только вследствие невежества и заблуждения люди позволяют себе мечтать, что их души обладают свойством индивидуального существования». Давайте еще раз. «Только в состоянии невежества и заблуждения люди позволяют себе мечтать, что их души обладают свойством индивидуального существования». Вот тут уже начинается каша. И там было, и там, но тут уже она замкнулась. Это уже конкретно. То есть, невежество есть, иллюзия есть, и я как личность, как душа продолжаю как бы мечтать о том, что действительно я существую, я как бы надумываю себе эту иллюзию, что я существую. То есть, я нахожусь, другими словами, в невежестве. Понимаете, если кто-то вам сейчас скажет, что вы не можете понять то, о чем сейчас Будда сказал, и кто-то вам скажет, что вы сейчас находитесь в невежестве, чтобы моментально опровергнуть его, нужно спросить, кто находится в невежестве. Если он скажет, что это вы, нужно задать ему вопрос, так я все-таки существую? То есть, ты находишься в невежестве. Человек приезжает, учит. Слушай, друг, ты в невежестве, ты никогда буддизм не поймешь. Заткнись и медитируй. Как некоторые скажут, да. То есть, забудь это. То есть, ты в невежестве. Просто медитируй. Понимаете, если я нахожусь в невежестве, значит, я существую. Ты сейчас прямо ко мне говоришь, ты мне говоришь, что я существую. Ты обращаешься ко мне, и ты говоришь, что я в невежестве. Кто находится в невежестве? Я нахожусь в невежестве. Значит, я существую, я есть. Прямо сейчас вы смотрите на экран компьютера. То есть, вы видите, что я сейчас там, я говорю, да. Но я существую. Я прямо сейчас обращаюсь к вам, потому что я признаю ваше существование. Самое большое оскорбление сказать для человека, это то, что он не существует, его нет. Он не существует. Это самое большое оскорбление. Само действие, которое я сейчас делаю по отношению к вам, я признаю ваше существование. И признаю существование тех людей, которые будут меня слушать в записи после этой трансляции. То есть, иначе, зачем я говорю? Но буддисты, приверженцы этой философии не существования личности, не следуют своей собственной философии. Почему? Потому что они учат это. Прямо сейчас он говорит, он разговаривает. Вы придете в буддистский храм, он будет с вами, буддистский монах с вами общаться. Но то, что он с вами общается, уже показывает то, что вы существуете. И он существует. Иначе, зачем ему с вами было говорить? Некоторые буддисты пытаются писать мелом по доске. Они молчат. Мауна. Полный обед Мауны. Полный обед тишины. Но они пишут. Но даже если они пишут, они обращаются к людям, они пишут мелом по доске. Тоже показатель того, что они верят, что вы существуете. То есть, получается, жизнь противоречия моментально становится. Ихняя жизнь полная противоречия. Еще один приверженец такой философии Фрэнсис Крик. В 2004 году он оставил тело. Его тело кремировали. И по Тихому океану распространили. Он лауреат Нобелевской премии. И он считает, что вас нет. Что вы не существуете. Он считал, что вас нет. Что вы не существуете. И если вы думаете, что вы существуете, вы на самом деле находитесь в иллюзии. И когда он говорит слово «вы находитесь в иллюзии», значит, он говорит, что вы, то есть вы существуете. И он летает на самолетах, он ездит на поездах, он пишет книги, он печатается в журналах с улыбающим лицом, с его теорией. Он вглубь копнул в нуклеидовые эти кислоты. То есть в медицину. То есть за это получил Нобелевскую премию. И он просто прославлен. Но он говорит, что у вас нет. Есть теория, почему материалисты приходят до этого. Они увеличивают тело, увеличивают тело. Пытаются увеличить. И когда они увеличивают кожу, они видят, что там пустота. Получается очень большое расстояние между молекулами. Ниша идет сплошная. И они видят, что эту нишу на самом деле тело вроде бы как упругое, плотное. Но когда они увеличивают, то этой плотности на самом деле нет. И они приходят к заключению, что у вас не существует. Они вырезают мозг, обшаривают его. Тоже никого не существует. Но этот Френсис Крик пришел к такому заключению. То есть такая у них идея. Зачем ты тогда мне это говоришь? Зачем ты ко мне обращаешься? Для людей, которые следуют ведическому знанию, все очень просто. Я дух, я душа, я личность, я существую. И я переселяюсь. Я существую. И вы существуете. Я что-то сделал хорошее. Я получил хорошую карму. Я сделал плохое. Я получил плохую карму. Я личность. Я переселился. Я что-то забыл. Я забыл. Я нахожусь в заблуждении. Иллюзия покрыла меня. Майя покрыла меня. Все очень просто. Очень все просто. Когда вы пытаетесь, или когда человек пытается понять реинкарнацию с буддийской точки зрения, у них просто каши в голове. В уме просто. Они не могут сообразить. Ну это ж Будда сказал. Ну все. Ты так глубоко учитель. Давайте представим себе такой воображаемый диалог между человеком, который учит несуществованию и искренним душой, личностью. Полагаешь, у учитель, что мы все не существуем? А зачем ты пришел, у учитель, в этот мир? Учитель отвечает. И сострадание к вам. И сострадание к нам. То есть мы существуем. Да, но вы находитесь, я настолько не выдержал этого чувства, этой боли, что вы страдаете от того, что вы не понимаете, что вы не существуете, что я вам говорю об этом. То есть понять невозможно. Что говорить о принятии, понятия принятия. Веды, ведическое знание очень легко понять. Все очень понятно, все по полочкам разложено. Здесь нет. Это головоломки. Это мировое учение. То есть смысл такой, что давайте вот еще раз. Куртананда дальше продолжает. То есть он не полностью понимает, что говорит Будда. Как и мы сейчас, в принципе. Вроде бы как говорит, да. То есть мы понимаем, что он хочет сказать. Когда это все по полочкам разложено, ну просто нету логики, нету смысла. Ну говорят, ну в духовной жизни нет логики. Есть логика. То есть Куртананда, он не понимает. То есть он говорит, что если то, что продолжает существовать, не я в действительности, не пожинаю определенные поступки в действительности, кто-то другой в будущем, кто-то в действительности не будет мной, меня там больше не будет, кто-то другой там должен будет страдать от моего образа жизни. И тут уже для Будды это было слишком. Будто, если так вот сказать, да, вот смотрите. Неужели ты ничего не понял из того, чему я учил? Когда человек говорит, ты ничего не понял, значит он обращается к личности, правильно? Ну вот. Неужели ты не понимаешь, что те другие, это ты сам, ты сам пожнешь то, что сеешь, а не другие. То есть сначала он говорит, что тебя нет, а потом он говорит, что ты есть, что ты пожнешь плоды свои. И вот все. На этом все замыкается. То есть идут проблемы, головоломки, сложности. Ну раз Будда сказал, значит Будда сказал. Поэтому идея такова, чтобы перестать думать, что духовная жизнь, она является какой-то головоломкой. Господь Бог нас любит. И он не будет нас просто замыкать в разные головоломки. Он дает нам простое понимание. Вот ты дух, ты душа, ты существуешь. Причина, почему ты страдаешь вследствие своей кармы, кармических реакций на прошлые деятельности. Ну ты это личность. Хорошо, есть ли у вас вопросы? Понятно ли всем, что душа существует, я дух? Хорошо, давайте попоем две минутки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Так, Таня уже спрашивает, почему люди варятся в этом, да? Где там логика? Желание быть обманутым. Она очень очевидна. Мы хотим быть обманутым. И чем больше наше желание быть обманутым, тем больше иллюзия покрывает нас. Это второе занятие у нас было. То есть, как избавиться от желания быть обманутым. Когда человек хочет разобраться, когда он хочет действительно решить проблемы в жизни, то он искренний. Когда он хочет находиться в том, чтобы не решать эти проблемы. Мы говорим с вами неискренность. То есть, искренность, желание быть свободным от двойственности, чтобы это должно было как поесть для вас. Допустим, вы голодные, вы не ели ничего и вы хотите, вы думаете о еде, чтобы просто поесть. Вы знаете, что существует эта еда. Вы идете и вы просто покупаете эту еду, потому что вы уже не можете выдержать. Но есть люди, которые продолжают голодать. Ну ладно, но Бог с ним, с этой едой. Без нее обойдусь. Вот такая вот есть аналогия. Но если для вас важно разобраться, вы не будете удовлетворены головоломками. Вы будете удовлетворены, когда знание зайдет в ваше сердце и будет наполнять вас. А есть люди, которые просто жонглируют словами. Извиняюсь за прямое выражение, но у йогов это называется умственная мастурбация. Если человек удовлетворен умственной мастурбацией, жонглированием, то это не говорит о глубоком духовном сознании. Это говорит о глубоком духовном вакууме. Это значит, что он находится на уровне умственных спекуляций. А вот сюда чувства насыщения, удовлетворения нет. То есть умственная мастурбация не спасет вас от смерти. Она просто выйдет перед вами в момент смерти. Это не наполняет душу. И людям это нравится. Они любят на поверхности облизывать банку с медом. Поэтому миллионы и миллионы людей по всему миру находятся в этом. А когда они заглядывают вглубь, они видят там нишу, они видят там пустоту. И они не хотят туда заходить. Ладно, я буду внешне смотреть на это. Людям не интересно заглядывать вглубь. Сколько людей хотят быть обманутым? Большинство в мире хотят быть обманутым. То есть весь мир хочет быть обманутым практически. То есть проверяется желание быть обманутым по отчислению себя с телом. Ну вот могу вас проверить, если хотите. Ну допустим, вы приходите в зал. Есть реклама по йоге. И тут клеятся объявления, плакаты. Йога-йога. Завтра у нас будет тема тантра йоги, кстати. Поговорим о ней. И вот человек занимается тантра йогой. И по городу расклеены объявления тантра йоги. И молодой парень собрал там 20 девушек, 20 парней, к примеру. Они все зашли. И парень начинает свою лекцию так. Йога – это любовь. Любовь – это цель жизни. И как вы проявляете свою любовь? Вы имеете секс со всеми. Ну вот смотрите, вот у нас 20 девушек, вот у нас 20 парней. Давайте разделимся на группы. И начнем нашу деятельность, начнем нашу жизнь. Я вас буду этому всему обучать. В этот момент гормоны заиграли чувства этих людей. Но сердце, бог сердце подсказывает, этот парень говорит бред. Уйди оттуда. Но желание удовлетворить чувства своего тела, желание наслаждаться чувствами своего тела выше, чем желание бога в сердце. И человек не выходит из двери. Искренняя личность вываливает оттуда. Либо начинает спорить с этим человеком, что ты, блин, бред такой несешь. То есть получается, что если вы оточисляете себя с телом, вас легко обмануть. Был такой человек, звали его Баймунд Белли. Баймунд Белли – это великий комик, великий фокусник, великий иллюзионист. И он говорит, что в этом мире каждого легко обмануть. Каждый, кто родился – молокосос. То есть в этом мире легко обмануть. Он мог обмануть любого. Он создавал иллюзию. Там он фокусник. И чем больше человек оточисляет себя с телом, тем его легче обмануть. И если вы та личность, которая не выйдет из этой комнаты, когда человек будет говорить бред, это значит, что вас легко обманут. То есть если желание удовлетворить чувства вашего тела стоит превыше желания услышать Бога в сердце и удовлетворить действительно Бога в сердце, вы будете обмануты. Головоломкой – это интересно, это классно. А сердце не наполняет. Бог в сердце говорит – бред сивой кобылы. Ну, мне это нравится. Ну, пожалуйста. Почему бы нет? Почему бы он не потратит 50 лет своей жизни? Ну, подумай, что это там? Ну, иллюзия. Хорошо. То есть искренняя личность, она просто до рыгачки. У нее ком в горле от этой философии пойдет. Моментально. Потому что для нее важно разобраться в законах, в духовных законах. Важно разобраться, существует ли Бог. Важно полностью понять, как оно есть на самом деле. Я живу здесь. А кто я? Почему я страдаю? Познать вглубь всего этого, а не так просто на уровне умственной мастурбации. Глупый Коан. Как выглядит звук хлопка одной ладони? Как выглядит... Буддисты говорят. Как выглядит звук хлопка одной ладони? Они садятся, начинают представлять это. Садятся в кругу. Как выглядит звук хлопка одной ладони? Они даже молчат. И сзади буддийский монах берет кнут. И одного из них... И у одного из них вспышка. Я видел свет. Вот оно. Вот она жизнь. То есть они готовы мельком. Это ничего не имеет общего с духовной жизнью. Но они ради этого света, ради этой вспышки, готовы просто пожертвовать взаимоотношениями с Богом в сердце на длительный, на величайший, на бесконечный период времени. И ради одной вспышки, чтобы почувствовать вот этот мимолетный оргазм, так сказать. Это как наркотик. Он это все почувствовал. И все. О, я видел свет. Действительно. А чтобы постоянно быть в сознании любящего слуги Бога. То есть хороший буддист отвергает Бога. Бога там нет. Нормальный хороший буддизм отвергает существование верховной личности Бога. Нету его. Есть только иллюзия. И ты находишься в этой иллюзии. Создай для себя иллюзию. Очень приятно находиться в этой иллюзии. А зачем жить? Зачем есть? Зачем спать? Зачем учиться? Зачем работать? Зачем любить? Зачем заводить семью? Зачем дышать? Зачем какать? Зачем писать? Зачем жить? если все только иллюзия какой смысл нашего существования зачем это все надо людям нравится это они не хотят идти вглубь это просто жуткая проблема цель жизни развить любовь богу и автоматически мы будем развивать любовь другим существам но если существует иллюзия какая какая речь о любви к другим живым существам и богу тогда если вы не существуете какая любовь если я сейчас говорю что у вас нет о любви никакой речи нет это самое низкое что можно сказать это самое величайшее оскорбление сказать человеку что его не когда жена говорит мужа мужа слушай ты ведешь себя так кому-то меня нет никаких взаимоотношений дэвид юм также сама считал так фрэнсис крик множество материалистичных ученых считают так лауреаты нобелевской премии считают так что вас нет роботы вот это все это создаются вас нет вас не существует уважение к живому теряется уважение к мертвому мертвая самая главная иллюзия это самое главное души нет бога нет что это такое на этой почве основится куча проблем хорошо спасибо вам большое что присоединились завтра в это же время подсоединяйтесь если вопросы есть можно еще спрашивать хорошо на мост и до завтра